Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях руководители Одинцовского молодежного центра Ольга и Фёдор Харитоновы. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Буквально через неделю стартует знаменитый фестиваль «Победа жизни». Сегодня будет проходить он уже в восьмой раз. Все-таки хотелось сегодня поговорить о нем и не только. Вообще о ваших последних проектах, о тех направлениях, которые вы сейчас активно развиваете. Но давайте сначала о «Победе жизни». Здравствуйте! Ну да, действительно, уже восьмой раз проводим. Мы каждый год стараемся сделать наш фестиваль таким же интересным, добавить какие-то новые активности, интересные, молодежные, современные. И в этом году тоже нас ждет больше 30 площадок современного, интересного, и, самое главное, здорового и полезного досуга. Приглашаем всех 29 сентября в 12 часов начала. Также пройдут у нас различные активности, мастер-классы, турниры по брэк-дансу, по хип-хопу, экстремальные виды спорта, воркаут, стритбол, панофутбол и так далее. Ну и также нас ждут выставки патриотические, исторические. Приедут гости из различных муниципалитетов. Также ждем выставки из Вениграда, общественная организация из Вениграда. То есть будет очень насыщенная, большая программа. В принципе, в интернете вы можете посмотреть поподробнее и посмотреть наши видеоролики прошлых годов, как мы это все вместе делали. Все-таки, если говорить именно о возрасте фестиваля, 8 лет, но достаточно уже серьезный возраст, все-таки этот фестиваль доказал, Оль, наверное, больше к тебе вопрос, вот свою актуальность, свою востребованность и среди молодежи, и среди вообще всех жителей, и не только Одинцовского городского округа. Насколько он нужен нам сегодня? То есть не потерял ли он свою актуальность за эти 8 лет? Ну, мы над этим очень не работаем. Во-первых, с каждым годом численность дневной части всегда растет. Первые годы, конечно, это были совсем не в сопоставимые масштабы. И, разумеется, фестиваль актуальный, несмотря на то, что уже проходит восьмой раз. Казалось бы, что такого уже, ничем людей не удивишь. Все к этому привыкли. Тем не менее, мы каждый год поднимаем себе планку, осваиваем какие-то новые инструменты управления, новые инструменты продвижения, новые инструменты оповещения, работаем над контентом. У нас команда очень хорошо отрабатывает вот эти какие-то механизмы, слаженно работает, уже большие куски работы можно делегировать прям целиком. И таким образом разгружать себе время и брать что-то новое, разрабатывать какие-то такие, ну, как бы, то, на что не хватало сил. Теперь есть время, и мы стараемся подтянуть вот эти места, которые не могли в прошлые годы подтянуть на уровне. Если говорить именно о вовлеченности молодежи, одинцовской молодежи в здоровый образ жизни, насколько численность возросла за эти годы? Ну, опять же, да, появились там площадки воркаута. Сейчас достаточно модно, действительно модно стало заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Но какое количество именно вовлеченности молодежи? Ну, вот недавно мы даже прямой эфир делали по всем площадкам. Мы когда проходили вот мимо воркаут-площадок, рассказывали, что здесь будут мастер-классы, там от вице-президента Федерации воркаута, приходите. И там постоянно, постоянно кто-то на них занимается. Погода была очень ветрена. Хотя было очень холодно, ветрено. Все равно молодежь идет, занимается, потому что действительно здоровый образ жизни. Ну, то, сколько ведь я помню, правильно, что именно с вашего движения вообще зародилось в нашем округе воркауты, да, как одно из направлений, как один из видов занятий спортом. И он действительно стал очень популярен. Да, в каком году вы с Андреем? В 2011 году мы начали эту работу. В 2011-2012 год ребята прошлись, посмотрели, в каких площадках не хватает турниковых комплексов, причем это были не какие-то современные, с резиновым покрытием, то есть это был как минимум, это турник и брусья, чтобы это было... Восемь лет, а сейчас почти площадки воркаута в каждом дворе. И это ведь вот как раз-таки говорит, что насколько эффективен ваш фестиваль. То есть вы как идею предложили, да, ее, ну, естественно, власти подхватили, да, помогли. Зреть распространяется. Проект так назывался, турник в каждый двор. Сейчас, по-моему, больше 50 площадок установлены. И такие вот современные, новые. А вот у нас в центре площадка, она позволяет вообще проводить новые форматы по воркауту. Он называется воркаут геймс, когда два атлета параллельно идут по вот этим шведским... Да, некой полосе препятствий, стройников и брусьев. И кто первый доберется, там, по канату долезет и коснется ладонью, там, в верхней перекладине. То есть какие-то новые форматы появляются. То есть не просто уже все люди отжимаются, подтягиваются. Вот часто тогда, 8 лет назад, вы верили в то, что ваша идея настолько будет воспринята, да, и поддержана, и действительно вот проект будет реализован. Или все-таки были сомнения, Федь? Ну, мы, нет, мы, конечно, верили. Тем более, что нам сразу же вот с нашими идеями, с нашим проектом нас подхватило руководство. Оно, мы вместе с ними разрабатывали, как раз чертили эти схемы труников-брусьев. Вот эти, как Оля сказал, что искали вот эти дворы. То есть руководство тоже ждало некой такой инициативы. И вот мы все вместе сделали. Но, опять же, недостаточно просто установить площадку воркаута. Ведь на ней кто-то должен заниматься, соответственно, этот кто-то должен быть привлечен. А это как раз-таки основная масса – это молодежь. То есть вот, опять же, можно сказать о том, что вот как раз-таки фестиваль, да, и притянул то самое звено, которое проседало до этого времени. Конечно, конечно. Не только фестиваль. Если мы говорим сейчас по направлению воркаут, разумеется, чтобы как бы развить это движение, нужно собрать этих людей, сообщество, выявить, кому это интересно. Это ежегодные турниры были на Кубок главы города с Федором проводили. Постоянно ребят поощряли. Они подтягивались, их организовывали. Многие из них уже как бы пошли дальше в какие-то федерации московские, российские. Кто-то там уже такие уже спортсмены стали серьезными. И, ну, как бы очень отрадно, что вот эти идеи, они подхватываются, что, можно сказать, что мы как бы подрастили кого-то немножко. Хотя, конечно, наш вклад в этих людей минимален. То есть они как бы сами по себе ждали вот этого, вот этой среды. Не хватает вот этой среды какой-то поддержки молодежи. Ну, всегда везде, сейчас все больше и больше. Получается, вы вышли с инициативы, инициативу поддержали, и в работу включились. И, соответственно, вы как бы дали возможность ребятам развиваться дальше. И развивать это направление, причем никуда не выезжая за пределы своего округа, вот находясь прямо здесь, в своем дворе, около своего дома. Некоторые даже как бы дальше пошли, то есть они стали какие-то свои организации, там, компании, свои какие-то движения общественные организовывать, уже лидеры собственных каких-то организаций. Да, и мы это очень поддерживаем, мы считаем, что это правильно. К сожалению, у некоторых руководителей общественных организаций их бывает какая-то ревность, и приходится сталкиваться, что кто-то ревнует активистов. Мы там всячески призываем как бы этим не заниматься, и своим примером показываем, что, наоборот, надо всем давать возможность общаться, что волонтеры, активисты должны взаимодействовать, ходить по другим организациям, знакомиться, что интересного там, какой опыт здесь можно перенять, чтобы обогащать друг друга этими знаниями. Вы уже сказали о том, что на фестивале приготовили немало новинок, немало интересных направлений. Что именно? Чем будете удивлять в этом году? В этом году мы также ставим несколько площадок, организуем вместе с активистами, которые занимаются экологией. Потому что вообще это сейчас острый очень вопрос, и мы, конечно, должны... Разделиться по мусору? В том числе, да. Поговорить, активно привлечь жителей к этим всем вопросам, совместно что-то организовать, показать уже наработки, показать то, что уже сделано, сделано в том числе не только активистами, но и руководством, властью. И все вместе посмотреть на этот передовой опыт и какие-то дальнейшие шаги предпринять к исправлению экологической ситуации в округе и в соседних регионах в России в целом. Вот очень интересные идеи предлагают ребята, так что мы тоже всех приглашаем, кто горит этой темой, прийти, познакомиться, пообщаться, может быть, создать некие активные такие группы организаторские, которые дальше будут все эти экологические проекты вести. Я знаю, что в рамках фестиваля будет подсвечена тема чернобыльской катастрофы. Да, у нас есть интересный проект, Андрей Ткачуков ведет, там есть виртуальная реальность, можно прям одеть эти очки, прогуляться по Припяти, посмотреть, как там все было. Потому что много мифов связано с чернобыльской АЭС. Хочется, конечно, их всех развенчать, потому что сейчас скандальный телесериал, широко обсуждается, там далеко не все так. И хочется, чтобы люди пришли и посмотрели воочию, как там все было, послушали рассказы. Я знаю, что буквально за несколько дней до начала фестиваля «Победа жизни» вы отправитесь в Воронеж. И будете там биться за выход финала, возможность, наверное, получения гранта. Расскажите об этом проекте, какие работы будете представлять именно там? Да, мы в течение нескольких месяцев участвовали в конкурсе «Доброволец России». Честно говоря, мы не знали, что финал выпадет на эти даты, потому что перед фестивалем какую-то дополнительную нагрузку брать сложновато, но мы постараемся все успеть. У нас есть все шансы на это. В первую очередь мы подавали два разных проекта. Федор в номинации просто как личность волонтера участвует. Я подавала от себя проект «Русский народный флешмоб». Мы его ведем давно. Первый раз я его провела в парке «Сокольники» в Москве. Суть в том, что собираются люди на масленицу и внезапно танцуют заранее подготовленный танец. И главная особенность этого проекта, ну, вроде звучит все просто, но решаются на самом деле серьезные проблемы. В первую очередь это то, что современные люди, и даже те, которые являются работниками культуры и проводят масленицы на местах от своей работы, не всегда понимают, что такое традиционная русская культура, а что такое клюкова. То есть, к сожалению, свекольные щеки, кокошники – это вот такой стандартный атрибут, там хохлома, кжель. Но вот мы работаем с ребятами, которые очень серьезно этой темой занимаются. Кто-то Гнесинское училище, там народное отделение закончил, кто-то вот эти пляски профессионально изучает, кто-то ездил в этнографические вот эти экспедиции, знают, какие вышивки. То есть, мы как бы с серьезными ребятами работаем, и они нас консультируют, показывают, что нет, так вот эти, особенно вот эти танцы, когда, знаете, у девушек юбки, юбка солнца по колено, они там ногами шпагаты отмахивают. Это, конечно, как бы… Никакого отношения к русской культуре, к русским традициям, наверное, все-таки не имеет. Да, это уже современные веяния, но единственное, что традиционно, более-менее, ну, как-то совпадающий костюм. И костюм, в том-то и дело, что… Что не совпадает. Не совпадает, да. То есть, это более… Эти образы пришли со сцены, вот. И это оправдано, когда это какое-то сценическое искусство, оно должно быть утрированное, да, такое прям… Ну, собрать вот этот весь образ и сделать его максимально ярким. То есть, ты же не будешь гастролировать по всему миру и тихонечко так приплясывать. Надо удивлять. А есть народная русская культура, которая в массы. Особенность именно нашей культуры в том, что все участники не задействованы, они все бегают. То есть, нету зритель и, как бы, артист. Тут все взаимодействует. Ручейки, хороводы всякие, вечерки, техники, улицы вот эти, когда парень с девушкой там проходят и следом все за ним повторяют. Это, на самом деле, очень интересно, но чтобы проникнуться, надо, ну, хотя бы разок попробовать. И очень хочется этот проект развить до того, чтобы ходить по школам и, там, вместо урока физкультуры показать, что это такое. Я думаю, и мне очень хочется, чтобы это поддержали, потому что сейчас это, может быть, не очень актуально. А вот когда мы начинали, это... 14-й, 15-й год тоже, да. 14-й год это было... Интересно. Ну, не то, что интересно. То есть, были проблемы того, что на улицах Москвы танцуют под громкую музыку. Наши традиционные танцы, это вызывало конфликты. Был вопрос, а почему мы свои не танцуем? Потому что, как бы, ну, нет вот этого, ну, не передался опыт. Вот, к сожалению, вот где-то нить вот эта порвалась, и хочется чуть-чуть ее подскрепить. Ну, да, то есть, даже школьники, они не знают, что такое, там, ручеек, что такое. Хоровод ни разу в жизни не водили, или водили, там, в детском саду. Ну, да, либо какие-то примитивные вот эти фигуры, хотя они, на самом деле, еще интересные. И когда мы оставили вот эти флешмобы, снимали записи, репетиции руководителей культурных центров, детских учреждений, они говорили, что они с детишками, со своими воспитанниками, они повторяют вот эти фигуры. Они очень красивые, интересные, легко делаются. Плюс мы столкнулись с такой проблемой, что... Музыки нет. Музыки нет. То есть, мы первый флешмоб записали на Иван Купала, отлично, как бы, все у них супер. А второй флешмоб, мы думали, ну, мы найдем музыку, а когда мы, как бы, стали ее искать, мы никак не могли ее найти. В итоге... Запись плохого качества, либо... Да, и приходила, и пришлось, к сожалению, он, как бы, как бы, абсурдно это не звучало. У нас на Ханзиммера был наложен, как бы, вот этот танцевальный наш видеоряд, и мы поняли, что, как бы, это проблема. То есть, очень сложно возрождать русские традиции, если у тебя нет музыки, тем более, что она должна быть, ну, как бы, отвечать современным требованиям, быть кочевой, актуальной, там еще что-то. Плюс... Забилательный такой. Да, ну, сложность в том, что любое осовременивание каких-то старых песен, оно очень надо балансировать, можно, как бы, вульгарно это сделать. То есть, надо аккуратно, очень тонко сделать. И мы, и мне кажется, мы, как бы, смогли, но есть всегда к чему расти. Девчонки из Гнесинки нас поддержали, помогли сделать это очень, ну, достойно. Да. Вот, и эти песни у нас просили люди из других стран, которые, ну, там, русской культурой занимаются. И мы считаем, что это, ну, как бы, этим надо продолжать заниматься. А сам Плэш Муд набрали большое количество просмотров в интернете. Да, да, там по 100 тысяч просмотров люди, как бы, на английском с разных стран пишут, вау, круто, классно, как здорово, мне так нравится. А сейчас даже вот проводится, помнишь, даже книги рекордов Гиннеса ставят по хороводам на Дворцовой площади в Петербурге. То есть, проводятся уже некие такие большие акции. Да, по городам люди как-то объединяются. Начинают. Мы к этому не успеваем приложить руку, но отрадно, что это идет. И самое вот главное, что я, что мы вот в этот проект вложили, то, что был похожий флэшмоб, но в Новосибирске. Он достаточно популярный, зрелищный, красивый. И когда я готовила этот флэшмоб, мне говорили, Оля, забудь, у тебя никогда это не получится. Там, в Новосибирске, 15 танцевальных школ, это профессиональные танцоры, что ты за что-то взялась. Ну, как бы смешанное чувство испытывала. И как бы и обидно, как же так. И, с другой стороны, это подзадоривало. Но и, в-третьих, это родило именно концепцию того, что все движения должны быть не профессиональные, а простые, доступные людям. Что непрофессиональные танцоры, ну, как бы смогут это сделать. И я считаю, что это получилось. И, как бы, ну, горжусь. Оно такое прям очень теплое, такое важное место у меня в сердце занимает этот проект. Да, если получим грант, то я думаю, что мы можем развить это. Да, очень хотелось бы по школам пройтись, привлечь. Как бы я сама не народница, не специалист, но хотелось бы привлечь, суметь привлечь вот этих ребят, которые умеют зажигать, вечерки проводить. Чтобы это стало для нас, ну, естественным событием собрать, дать клич. Раз там, ну, было бы круто, раз в месяц, раз в квартал, там, собирать на площади. И там все школьники Одинцова выходили и знали, что делать. Федя, какой проект будешь представлять ты? У нас тоже проблема работы небольшая с волонтерами. Дело в том, что мы, как специалисты по работе, давно изучаем эту тему, как выстроить системную работу с волонтерами, чтобы ребята не перегорали, были постоянно на связи, значит, и максимально старались принести пользу там, родному городу, там, университету, школе и так далее, и так далее. Вот, и поэтому мы, когда начинали этим заниматься, где-то в конце 16-го года, в начале 17-го придумали такие карточки магнитные специальные. Эта идея, она уже не нова, а мы просто хотели ее максимально локализовать. И ребята, значит, приходя на мероприятие, отмечались, как, знаете, эта карточка рабочее время отмечает. То есть, они приходят, прикладывают, значит, уходят с мероприятия, они помогли, всем спасибо, получили грамоты, значит, приложили, и у них автоматически в базе отображается количество времени. И, соответственно, этому времени мы начисляли там баллы, в зависимости от сложности мероприятия, там, или, значит, объема, или, там, времени года и так далее. Там много факторов. И мы за эти баллы, там, могли купоны на пиццу дать, там, значит, бесплатный каток, там, и прочее, прочее. Вот. Но это немножко сложная была система, мы думали, как ее модернизировать. Причем, кстати, по-моему, эта система, она выиграла, значит, премию губернатора. Вот. И мы решили доработать это в мобильное приложение. Тоже мы начали тогда в 2017 году работу, но мы понимали, что у подростков еще нет таких телефонов, которые бы это мобильное приложение потянуло. Вот. Но сейчас, в 2019 году мы видим, что у всех волонтеров более-менее нормальные телефоны, они там можно скачать как раз приложение. Вот. И мы запустили совсем недавно, вот, как раз на платформах iOS и Google Play, там, мы запустили как раз приложение OMC Live. Вот. То есть, там суть такова, что вот так же вам приходят уведомления о каком-то мероприятии, что идет набор волонтеров. Ну, все мероприятия, в основном, это Одинцовский городской округ, вы, значит, принимаете приглашение, приходите, отмечаетесь, и вам начисляются там тоже баллы. Вы эти баллы обмениваете там на атрибутику нашего молодежного центра или там атрибутику общественной организации «Победа жизни» или тех общественных организаций, которые эти задания и квесты придумывают. И, ну, можете получить от наших партнеров там какие-то футболки там или тоже те же купоны на бесплатную пиццу или там поход в кино или в ресторан там и так далее, и так далее. То есть, вот у волонтеров появляется еще одна мотивация. Дополнительный стимул, да. То есть, потому что ребят, ну, помимо того, что они хотят принести пользу… Ну, всегда приятно что-то получить в виде спасибо. Ну, такое спасибо за доброе дело. Да, некое спасибо, да, вы правильно говорите. Вряд ли мы кого-то замотивируем за вот эти бонусы стать активным. Там, я скажу, точно я пойду, вот ради этого, ладно, так и быть, я буду волонтерить. Нет. Конечно, нет. Да, а волонтеры, которые и так, и за бесплатные, и много лет уже помогают, поощрить их, как-то сделать им приятное. Тем более, что очень много организаций, партнеров готовы предоставлять какие-то свои бонусы, услуги, ну, как бы с радостью даже. Просто там еще интересно, что там все проходит в формате игровом, в формате квеста. То есть, допустим, если вы, у нас есть такая идея, это зарядки во дворах проводить, да. Вот сейчас есть, в парках у нас проводится там йога, тоже всякие зарядки, зумбы. Было бы круто это также во дворах у себя восстановить в теплое время, без осадков, если все проходит. И там идея такая, что, допустим, вы пришли на эту зарядку, получили там 20 баллов, да. Вы, значит, рассказали друзьям, сделали фото или там селфи, выложили у себя на страничке, получили там еще 50 баллов. А если вы, допустим, организовали эту зарядку, то есть, пригласили жителей, там развесили афиши, то вы там получили там 500 баллов. То есть, так вот по нарастающей растет. Ну, и вот эта платформа мобильная, она позволяет, в принципе, всем общественникам делать какие-то свои квесты. И помимо того, что приглашать волонтеров, мотивировать их, еще и рассказывать о своих мероприятиях. Опять же, там, если участник нравится это мероприятие, он репост делает этой записи из социальных сетей и получает тоже какие-то дополнительные баллы. И в чем еще классно, то, что он не обязательно, вот как мы говорим, да, что он не обязательно эти баллы хочет там на себя потратить, а, допустим, он видит там у его друга-волонтера на день рождения, они могут всеми активистами скинуться этими баллами, объединить их и, допустим, купить там мобильную колонку звуковую и подарить их. То есть, не можно этими баллами друг с другом делиться. То есть, такая задумка. Ну, это задумка, да. Но приложение уже работает, уже стартовало, уже можно скачивать и, собственно, вершить добрые дела. Да, да, все так и есть. Да, да, есть уже какая-то, есть база партнеров, есть база подарков, есть уже задания, есть скачивание. Но, как бы, мы работаем, рассказываем, чтобы все больше скачивания было, больше партнеров, чтобы это было популярнее. И квесты тоже заливаем, постараемся каждый день там что-то придумать. Ну, уже сколько на сегодняшний день зарегистрировалось? Там немного, наверное, человек 50, может быть. Ну, это только начало? Да, это будет буквально. Ну, как бы, как вы видите, мы люди такие терпеливые, планомерные. Вот восьмой год уже, сделаем победу жизни. То, что всего зарегистрировано, кстати, то, что касается фестиваля, во сколько стартует, немножечко еще раз про программу, давайте напомним, и локация, где будет проходить в этот раз. 12 часов возле Стеллы. Встречаемся. Встречаемся, да. Как раз все активности там, это воркаут-площадка, экстрим-площадка, значит, стритбол и пануфутбол, там вот в этой низинке возле стадиона. А выставки автомобильных клубов, значит, там, патриотических отрядов, там, работа техника, ФМБА у нас будет тоже с мастер-классами. Да, кстати, 29-го, это сентября, это День сердца, они тоже готовят программу тематическую, чтобы у них осветить этот всемирный день. Там-то будет тоже очень, в прошлом году очень популярным было место. Да, там бригада медицинских работников просто зажгла прошлогоднюю победу в жизни, молодцы. И в этом году тоже они подтвердили свое участие. Интересно, выставка будет и автомобилей, там они привлекают партнеров, они хотят выставить машину, жигули, чтобы дети могли взрисовать. Мне очень интересно, как это будет реализовано, и думаю, тоже должно быть популярно. Да, будут тюнингованные крутые машины, там можно их посидеть, посмотреть, познакомиться, как они вообще все это делают, что это дает. В общем, интересно. И картинг там предоставит свой карт специальный, на котором можно дрифтить, обезжая. В прошлом году он тоже был, и кому интересно, можно видео посмотреть, отчеты. Ну, как бы не всем подряд он даст. Ну, естественно, за печати. Кстати, да, у нас с 16-го года фестиваль проходит в квестовом формате, надо получить путевой лист, они будут на каждой дневной площадке, и в путевом листе зарабатывать печати, проходить познавательные спортивные площадки, заполнять свои печати и тратить их на развлечения. Ну, как бы гвоздь и уже, не знаю, символ может быть. Победа жизни – это скалодром, бампербол, основные такие популярные площадки, лазертак. Вот крест лав виртуальной реальности, джаз-дэнс будет, возможно, будут мастер-классы живописи. Ну, и площадки, как бы они в процессе подготовки, проработки, что-то от них поступает все время новое, и опыт показывает, что вплоть до последнего дня будут какие-то идеи приходить. Спасибо большое за интересную беседу. Еще раз приглашаем всех. 29 сентября в 12 часов на Центральной площади. Все активности, все самое интересное, что войдет в программу фестиваля «Победа жизни-2019». Спасибо вам, ребята. Спасибо. И желаем удачи и победы в Воронеже. Обязательно ждем вас с грантом. Хорошо. Постараемся. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. Продолжение следует...